Привет, рыболовные маньяки! Кто-то из вас очень долго ждал какой-нибудь длинный, нудный кухонный видосик. И вот вы сегодня его имеете. О чем мы сегодня будем с вами говорить? У меня за последнее время в комментариях было очень-очень много вопросов по выбору ПВХ лодки. Также народ очень часто что-то спрашивает. Ну а мне как-то долго и нудно это отвечать в комментариях. Так как, ну, очень много нюансов, которые в комментариях очень долго описывать. И вот сегодня я постараюсь поделиться своим, уже можно сказать, многолетним опытом использования ПВХ лодок. Какие лучше, какие хуже, особенности при выборе, что на что влияет, что удобно, что неудобно. И какую же такую вот оптимальную середину нам стоит выбрать из лодок. Из многочисленного числа лодок, которые сейчас представлены у нас на рыболовном рынке. Чую, срача в комментариях будет много. Поэтому я в этом видео выскажу вот лично свое мнение и ни с кем не буду в комментариях спорить. Делайте как хотите. Ну вот я вам сразу говорю, многие из вас, кто вот не прислушается. Сразу же после покупки лодки вспомнят дядю Сашу. Некоторые вспомнят сразу. Некоторые вспомнят, когда придут первые холода. Ну, некоторые, может, им повезет и не вспомнят меня никогда. Ну, начнем с чего. Как люди выбирают лодку. Самое первое, с чего начинается, это какой размер лодки выбрать. Естественно, чем больше лодка, чем она длиннее, чем шире, тем нам удобнее будет на ней ловить рыбу. Это никто не спорит. Это, ну, это факт, ребята. На воде, когда вот лодка большая, длинная, широкая, ну, это уж просто кайф. Ты вот как вот, как в комнате ловишь. Просто как на корабле ты кайфуешь. Ну, не всегда это удобно в ее эксплуатации и транспортировке. Сначала, ребята, надо отталкиваться от того, какая у вас машина, ребята. Вот у кого там какой-то большой джип, тому как бы без разницы, какая она будет по размеру в сложенном состоянии. То есть, если у вас машина здоровая, то вы можете взять и большую лодку, там, к примеру, 4 метра, 4,30. Ну, тут же следует учитывать, что 4 метра и 4,30 – это уже тяжелые лодки. Вот в сложенном состоянии она уже будет весить килограммиков так эдак 70. И сразу же, ребята, подумайте, сможете вы один эту лодку заволочь в машину 70 килограмм или нет? Какая высота погрузки в вашей машине? Сколько вам до водоема ее от машины волочь? Кто-то скажет, есть еще такие трансовые колеса. Да, они есть, они и у меня есть. Ну, не всегда берег позволяет нам использовать эти колеса. Бывает такое, что, ну, никак эти колеса нам не помогут. С обрыва вы на колесах не спустите. По камням, вот по валунам вы не протащите на этих колесах. И где трава по пояс, тоже колеса вам никак не помогут. Поэтому придется тащить ручками. Вот и думайте, сколько вы сможете дотащить ручками до воды и от воды до машины. Поэтому, если вот взять среднестатистическую легковой автомобиль, какой-нибудь среднестатистический взять, то где вы лодку будете возить? Скорее всего, на заднем сидении. А максимальная лодка, которая влазит на заднее сидение, это, ребята, 3,90. И то не у всех автомобилей. Так как, ну, ширина от двери до двери задняя варьируется примерно от 120 до 130 сантиметров. То есть, смотрите, при покупке лодки, вот в сложенном виде в упаковке, сколько она у вас будет. Закроются у вас двери или не закроются. Вот у меня в Ларгус максимальное, что можно запихнуть на заднее сидение, это 125 сантиметров. Вот, длина в сложенном виде. Думаю, с длиной лодки мы разобрались. Конечно, чем длиннее она и шире, тем лучше, как бы удобно ловить. Ну, транспортировка тут уже дает свои коррективы. И вес лодки также. Теперь подходим к другому моменту. Какой толщины должны быть баллоны у лодки? Ну, естественно, чем больше баллон, тем удобнее сидеть, тем меньше она на волнах там скачет, и меньше вас водой обдает. Кайф! То есть, мы должны брать самые большие баллоны. По логике. Но это, ребята, только по логике. Самый оптимальный размер баллонов – это от 42-го по 48-й. Брать меньше 42-го размера баллоны – это, ну, слишком низенькие они будут. Сидеть будет совсем неудобно, и вас будет захлестывать волна через борт. А брать баллоны больше 48-го – тут уже другая фишка. Когда у вас, например, там 52-й, 54-й баллон, сидеть вам удобно. Но так как баллоны высокие, вас сильно, так сказать, сдувает ветром. Вас будет колбасить ветром со страшной силой. Стоите вы на якоре, гребете вы на веслах. В придачу на очень высоких баллонах, больше 50-го. Грести на веслах – ну, то еще удовольствие, я вам скажу. А может такое случиться, что у вас там мотор сломается, бензин кончится. Ну, все что угодно может быть, и вам придется грести на веслах. А весла длинные не делают. И чем выше баллон, тем вам сидеть будет. Ну, вот так вот вы будете эти весла где-то держать, фиг знает где. Весла самые большие делаются, мне кажется, метр восемьдесят. Больше я не встречал. Встречаются и двухметровые, но их очень редко найти. И с этими коротенькими веслами на больших баллонах вы не погребете. И также вашу лодку на больших баллонах будет сильно таскать ветром на якоре, когда вы стоите. Это вот минусы больших баллонов. Плюсы, конечно, офигенные. Я бы с удовольствием бы и шестьдесятые баллоны взял, если бы не было бы еще одного минуса. Чем больше баллоны, тем больше весит лодка, ребята. Размер имеет значение и влияет на вес. Как ни странно, да? Дальше. На что еще следует обратить внимание? Естественно, самый главный вопрос, который мучает людей, брать паёльную лодку или НДНД. Скажу сразу, вот как по мне, после вот пяти лет или уже сколько, шести, наверное, лет использования лодок НДНД, я никогда не возьму паёльную лодку. Никогда, ребята. Это просто жесть. Сейчас объясню, почему. В каких случаях вам паёльная лодка все-таки будет предпочтительнее, а в каких случаях НДНД это лучше не придумать. В большинстве случаев НДНД это лучше не придумать. Начнем с чего? Что такое паёльная лодка? Это лодка, на которой дно сделано из фанеры. То есть, это многослойная водостойкая фанера толщиной примерно от 6 до 12 аж миллиметров бывает. И каждый производитель делает конструкцию этих паёлов по-разному. Где-то там стык в стык, с боков стрингера вставляются. Ну, на картиночке вот вы видите, например, среднестатистическую такую лодку, самую популярную у людей, можно так сказать. Как там паёлы стоят? Стык в стык, алюминиевые стыки, которые на морозе замерзают. Это раз. И стрингера по бокам, чтобы лодку, когда вы движетесь на моторе, не гнуло пополам вот эти стрингера. Чтобы эти деревяхи там не гремели и пополам не складывались. Вот если у вас лодка стоит постоянно надутая, вы её катаете или на прицепе, или где-нибудь на лодочной станции у вас лодка стоит круглый год, то никаких проблем. Вот сразу берите паёльную лодку и даже не думайте. Раз собрали, жёсткое дно, всё кайфово, всё хорошо, крепко стоите и получаете удовольствие, можно так сказать. А вот тем ребятам, кто на рыбалку ездит гораздо часто, и лодку надо собирать и разбирать постоянно, вот эти вот паёлы, летом это ещё полбеды. Это просто вы немножко дольше собираете лодку, чем НДНД. Просто там, ну, минут на 15 вы будете дольше её собирать. Так как надо её сначала подкачать, потом разложить этот пол, вставить стрингера, и потом добить баллоны до нужного, как это называется. Вот, слово из головы вылетело. Ну, накачать до конца, короче. Совсем уже старый стал, начал забывать, как называются эти вещи. Короче, ладно, короче, это ерунда по лету. Ну, зимой, кто вот, как вот, например, я, кто вот зимой плавает при минусовой температуре, что получается? Собрали, утром вы собрали, всё вроде как хорошо, всё нормально. Собрались вы ехать домой, и надо разобрать эту лодку, вот этот вот паёльный пол. А он примерз. Вот эти вот стрингера, все вот эти алюминиевые стыки, они тупо примерзли друг к другу. Просто лёд, ребята, лёд. А у вас замёрзшие пальцы. И вот вы пытаетесь отковырять, постучите молотком, туда пальцы свои пропихиваете под стрингер, чтобы его выдрать оттуда. И пальцы срываются. А это отдельный кайф. Это вот просто... Я вам сейчас случай лучше расскажу, что я один раз видел на рыбалке. Я этот случай рассказал, наверное, всем своим знакомым. На улице было где-то минус пять, ну, не больше. Собираемся домой. Я собираюсь. Ну, и рядом там мужики собираются домой. Ну, и вот один мужик на паёльной лодке начинает вытаскивать эти стрингера. У него руки замёрзшие, пальцы срываются, скользко всё, лёд. Больно пальцы. Там такая боль, как будто вот вы молотком по пальцу ударили. Ну, знаете, что такое замёрзшие руки, и как это бывает, если удариться замёрзшей рукой. Очень больно. Вот у него раз срывается, тот покорщился. Два срывается, он покорщился. Три срывается, мужик покорщился. Смотрю, идёт это самое в машину. Тащит топор. Начинает, ну, думаю, сейчас опухом будет отбивать это самое лёд, чтобы это всё разобрать. Ну, он да, сначала попытался там, постукал, постукал, начинает опять вынимать эти стрингера. И у него опять срываются пальцы с них. И ему опять очень больно. Тогда мужик хватает топор, рубит лодку, садится в машину и уезжает. Вот такое удовольствие разбирать паёльную лодку в минусовую температуру, ребята. Поэтому тут выигрывает НДНД. Это по-любому. Очень многие боятся покупать НДНД из-за того, что, типа, на ней стоять плохо, это ж надувной пол. Ребята, этот надувной пол сделан так, что на нём стоишь точно так же, как на паёльной лодке. Ну, может, чуть-чуть вот он помягче. Вот совсем капельку вы чувствуете, что не на дереве стоите. А через 2-3 рыбалки вы там в присядку танцевать сможете. И для вас это не будет никакой проблемы. Люди по канату ходят. Я вот, например, в своей НДНД стою на волне 50 сантиметров. Меня вот так вот всего качает. Я стою, ловлю спокойно рыбу. Лодка качается, я нет. Встал посередине лодки. Вся лодка ходуном вокруг меня. Я стою ровно и ловлю рыбу. И вообще даже не задумываюсь, что там как-то что-то неудобное. Я как-то стою неправильно. Лучше бы на деревяхах было. Нету такого, ребята. Привыкаете очень быстро. Так что НДНД в этом случае дело привычки. Небольшой. 2-3 рыбалки, максимум 5. И вы будете ловить точно так же, как на паёлах. Следующий плюс и минус НДНД и паёлов. Естественно, это опять же транспортировка. Все эти дрова, все эти доски надо место куда сложить. И не всегда эти доски, в большинстве, кстати, машин, как-то удобно куда-то кладутся, если не складывать задние сиденья. А зачем нам это надо? Если у вас машина на все случаи жизни, а не только для рыбалки, каждый раз складывать, раскладывать эти сиденья, как-то там это всё укладывать. Это лишнее место в машине. НДНД свернул и всё. Ничего вытаскивать, ничего устанавливать не надо. Короче, я за НДНД. Кому нравятся паёлы, пожалуйста, я не против, спорить не буду. Ну, мучаетесь, ломайте пальцы, таскайте эти дрова. Это ваше дело. Вот мне как-то это без разницы. Я просто для думающих людей это рассказываю, а не для... ну, поняли для кого. Дальше. На что ещё мы обращаем внимание при покупке лодки? С размером мы разобрались, что если машина большая, то любой размер, чем она длиннее лодка, тем лучше. И я вам, ребята, как скажу, что лучше выбрать длинную, но узкую лодку, чем широкую и короткую. Потому что ширина лодки вам особо ничего не даёт. Не даёт она никакой устойчивости на воде. Ничего. Ширина лодки даёт вам, ну, как бы ощущение, что вы как-то, блин, в чём-то большом сидите. Не, вот именно как вам сказать. Ну, не даёт. Вот по мне ширина лодки ничего не даёт. Если вот... Лучше выбрать длинную лодку. Объясню почему. В ширину вы, если ловите вдвоём, не сидите. Вы... вам надо... Длина лодки, когда вы ловите вдвоём, к примеру, длина важнее ширины. Шире она там на 10 сантиметров, уже, вы это даже не заметите. А чем уже лодка, тем в сложенном состоянии она лучше помещается в машину. Вот вам плюсы и минусы. А на воде, ну, я бы сказал, ширина ни на что не влияет. Ещё ширина, кстати, влияет на то, что мотор помощнее придётся покупать. Широкие лодки хуже выходят на глиссер, и нужен более мощный мотор, чтобы толкать эту лодку. То же самое будет относиться, если вы будете грести на веслах. Не дай бог вам придётся, там километров пять прогрести на веслах. Мотор сломается. Это будет жесть на широкой лодке. Лучше длинная, но уже. Дальше, ещё на что мы обращаем внимание. Обращаем внимание на толщину ПВХ. Естественно, сейчас многие скажут, чем толще ПВХ, тем лучше, тем надёжней лодка. Обычно ПВХ, как пишется, Плотность ПВХ там 750, 850, 900, 1000, 1100. И даже есть 1200 лодки ПВХ. В летнее время, я бы вам что, ребята, сказал? В летнее время это, в принципе, да, это классно. Толстая ПВХ вроде как, да, надёжная. На сучок там, на какой-нибудь напоритесь. А лодка крепкая, всё хорошо. Ну, как только температура воздуха упадёт примерно до плюс пяти градусов. Вот даже не минус, а плюс пять. Толстая ПВХ, оно, да любое ПВХ, оно становится грубее. И вот, если взять лодку из ПВХ 1100, то вы задолбаетесь её сворачивать. Вот даже вот там в плюс пять, в плюс три градуса, не говоря уже в минус два, в минус три, в минус пять. В минус пять даже восемьсот пятидесятое ПВХ сворачивается очень тяжело. И тут уже зависит от качества самого ПВХ, от морозостойкости этого ПВХ. Бывает ПВХ такое, что в плюс десять оно уже грубеть начинает. Я не знаю, от чего это зависит. Ни один производитель не пишет в описании в технических характеристиках. Вот моё ПВХ там минус пять выдерживает, и всё хорошо. А вот моё в плюс десять оно колом становится. Это никто не пишет. Это вы, ребята, узнаете только на практике. Поэтому выбирать лодку стоит что-то среднее. Семьсот пятьдесят, восемьсот пятьдесят. Вот что-то такое. Если вы берёте тысяча, тысяча сто, ну это девяносто девять процентов, что вы эту лодку свернёте так после рыбалки при низкой температуре, что она даже в машину вряд ли у вас залезет. Не говоря уже про сумку от этой лодки. Это будет нереально. В придачу ПВХ оно будет ломаться на морозе. Как фанерка. Не так, чтобы сразу оно раз так и пополам сложилось. Пол лодки сюда положил, пол лодки сюда. Нет, так оно не сломается. Оно сломается постепенно. То есть одна рыбалка, вы её вот так вот сломали, сложили. Вторая, третья, пятая. А потом здесь пузыри пошли, здесь пошли, там пошли. Везде. Лодка затравила воздух. И ремонт будет достаточно дорогостоящий, я вам скажу. Это не просто там дырочку заклеить. Она вот переломается там вот прям вот так вот. Пузыри будут прям полосами идти. Так как будет нарушена целостность всего ПВХ, можно так сказать. Где вот она переламывалась, по всему шву пузырить начнёт. И не в одном месте, а в нескольких. То есть вам придётся отдать лодку лодочному мастеру, и он вам её всю вот лапиками обклеит просто. Поняли, что такое толстая ПВХ зимой? В минусовую температуру. Думаю, поняли. Кто не эксплуатирует лодку в холодное время года, естественно, берём толстая ПВХ и радуемся. Но не забываем, что толстая ПВХ лодка будет весить намного тяжелее. Фигня, если там вот нормальная лодка в среднем там 3,60 весит там 40 килограмм, к примеру. А если на нём будет стоять 1100 ПВХ, то эта лодка будет весить 70-80 килограмм. Чувствуете разницу? ПВХ-то почти в два раза толще, и вес почти в два раза увеличивается. Вот сможете вы лодку 70-80 килограмм один в машину запихать и донести до водоёма? Я думаю, мало таких Арнольдов найдётся. Вот ещё на что стоит обращать внимание. На плотность ПВХ. Дальше. Теперь расскажу нюансы про лодки НДНД. Про НДНД я могу говорить долго, но я вам просто скажу оптимальные размеры лодки для двух рыбаков на реке, на нормальной, на водохранилище и на больших озёрах. Оптимальный размер для двоих. Какие вот толщина ПВХ, толщина, высота баллонов, и что ещё должно быть с этой лодкой. В этой лодке, так сказать. Оптимальный размер для двоих – это от 3,60 до 3,90. Вот эти вот лодки вы сможете запихать в обычный автомобиль. Ну, обычный седан, неважно какой марки. Она поместится на заднем сидении. Ну, у меня Ларгус, у меня сзади она за задним сидением стоит, лежит сложенная. У меня лодка 3,60. Вот немножко её не хватает на двоих. Ловить можно, но ещё бы сантиметров 20, и было бы вообще хорошо. То есть, 3,80 – офигенно. Толщина ПВХ – 750-850. Толщи не берём. Потому как в холодное время года будет плохо сворачиваться. Это вот сто пудов. Неважно, какой там ПВХ. Естественно, у меня вот лодка, сделанная в Новосибирске. Там ребята на практике это уже за много лет вычислили, у кого покупать ПВХ, и как оно будет себя вести на морозе. Поэтому я вот отвечаю на тот вопрос. Почему у тебя, Саня, аквилон? Почему ты продал азимут? Азимут я продал по одной причине. Лодка была просто офигенская. Она мне очень-очень-очень-очень нравилась. Но как только ударили первые морозы, то ПВХ очень сильно грубела, и я её в сумку от лодки запихать не мог. Естественно, из этого и всё вытекающее. Я её продал, чтобы не мучиться. А по лету она была идеальной лодкой. Вот честное слово, ребята. Только из-за этого, что я рыбачу всю зиму, и для зимы она мне не подошла. А вот аквилоны от новосибирских парней, я уже рыбачу, это у меня третья от них лодка, она хорошо сворачивается зимой. На ней 850-я ПВХ, кажется. Да, кажется, 750 и 850, там разные ПВХ в разных местах стоят. Вот обращаем на это внимание. Следующее, на что обращаем внимание. Диаметр баллона 42-46, оптимально. 48 вроде как хорошо, но уже добавляет веса, и также ветром у вас будет больше колбасить. Так как, ну, парусность больше. Следующее, на что обращаем внимание. Какое дно у лодки. Вот оно, НДНД у нас и на тех лодках, и на тех лодках, к примеру, НДНД. У кого-то сверху обычная ПВХ-шка, а у кого-то наклеен, так сказать, резиновый тоненький коврик. Вот у меня наклеен резиновый тоненький коврик, прям с завода. И никаких ковриков дополнительных не надо. Крючком вы его, ну, молотком можно крючок убить. А так вот, когда щука там трепещется с воблером во рту по этому дну, то она не проткнет это дно. Поэтому смотрим, какое дно. Должно быть, ну, хоть какое-то двойное оно проклеенное, а не такое, что вот так вот пальчиком продавливается, вот как вот на руке вот давишь, и дно вот так вот себя ведет, как вот рука вот тут вот. Должно быть упругое такое, там что-то наклеено. Прорезиненная или просто толстая-толстая ПВХ-шка должна на дне вот в лодке наклеена быть. Еще обращаем внимание на низ баллонов. Низ баллонов, вот что вот в воде находится, на них тоже должен наклеены быть такие вот полосы, или из толстого ПВХ, или еще из чего-нибудь. Это нам поможет не царапать лодку об камни и об всякие коряги, торчащие из воды. Это тоже очень полезно. На что еще обращаем внимание? Обращаем внимание, как приклеены на лодке держатели для сидений. Как это они правильно называются, я не помню. Ну, поняли, вот такие полоски, куда сидения задвигаются. Чем выше наклеены эти полоски, тем лучше. То есть вы будете выше сидеть. Выше сидите, ноги не устают. Если эти полоски наклеены где-то посередине баллона, то вы сидите, считай, почти на полу, ноги устают, долго не половите. Вот и все, ребята. На что следует обращать внимание. Остальное сами смотрите, что вам как лучше. Я вот не готовился к этому видео. Что мне вот в голову взбрело, пока я вам что-то рассказывал. То и вам и рассказал. Вот все эти нюансы. Вес, размер, толщина, все дела. Как-то так. Кто слушал внимательно, тот, я думаю, для себя сделал какие-то выводы. Кто не слушал, берите самую большую лодку, с самым толстым ПВХ, самую широкую, с самыми толстыми баллонами. И вы получите незабываемые очучения. На сегодня у меня, ребята, все. Всем пока. Читайте описание под видео. Там куча промокодов на все подряд. И ссылки на всякие вкусности.